И еще вот есть тут на стенах, если вы обратили внимание и успели прочитать, есть такие небольшие чувственные подсказки к картинам автора. Я реально прошел, все прочитал и как-то совершенно по-другому начал воспринимать то, что изображено. И еще одна из апостасей нашего автора, это его сподвижническая работа, работа по привлечению людей, любящих искусство, ценящих искусство, и тех, кто хочет заниматься искусством. И вот те ролики, которые я видел на ютубе, особенно, знаете, мне какой понравился? Он длинный, он самый, наверное, длинный, это час с чем-то, это посещение дома-музея фешн. Вот я по-другому и вообще, наверное, по-новому открыл для себя вот этого автора. Я тут же куда-то ушел, начал копаться, начал читать о нем. Такая интересная у него судьба, непростая, естественно, на сломе вообще вот этих вот эпох, жить, да, и в Царской России, потом в Советской России, а потом сразу бабах, и в Америку, после той вот жизни. Но да, это впечатление, конечно, сильное. Вот, какие впечатления у автора, можно узнать будет сейчас у него? О, я хотел бы как раз вот сейчас вот и прошу вас, Вячеслав, что-то я начал попросить. Мне опять становится, друзья, в твоих ритмах. Итак, вот она, тогда. Подожди, Лена, ты, хочу вас поблагодарить, что вы пришли, друзья. Если бы не ваш интерес, не было бы выставки, не было бы картин. То есть вы питаете меня, ваш интерес, живу по себе, она питает меня, и заставляет каждое утро вставать и сразу подходить к Мальдешке. У меня глаз цепляет, тон, не так, сразу надо что-то поправить. Да, ну, это да, это я догадываюсь. Вы знаете, я тут пользуюсь случаем, хочу задать вопрос. Вот сейчас вот все картины висят в залах уже, они уже нашли свое место, они уже дружат друг с другом. А есть вот... Автор развески Константинович. Нет, не только я. Это не столь важно. Я просто к чему. Тут вот недавно у меня было тоже какое-то небольшое открытие. Я сидел в первом ряду, смотрел на свои работы и видел, господи, здесь ошибка, здесь ошибка. Думаю, господи, что же это такое, как же я их раньше-то не видел. Вот здесь вот, видно для себя, куда еще работать? Конечно. Юля, это супруга моя, она говорит, ты же подарил мне работу. В каком черте ты лезешь еще? Я говорю, я не могу, тогда повесишь ее у себя в комнате, я не могу на нее смотреть. И лет 15 прошло, она смирилась. Опять, опять, говорят, это открытие, опять ты что-то правишь. Ну, это бесконечное. Да, пожалуй, да. Это такой процесс бесконечного. Да, переписываю все время, вот с самоваром, там, партнер, люди, да. Я уже его выложил в интернет, все, потом утром пару, подругому немножко. Ничего не было. Потому что каждый день ты просыпаешься, это новый мир, новый взгляд, новые впечатления. Ну, вновь с этим ощущением живешь. А как быстро он все пишется? Это прям выглядело сейчас? Да, сейчас. Я предупреждаю пример. Подожди. Вот эта работа, вот эта вот, она, вам не видно, да? Она стояла у меня с 13-го года. Почти больше 10-ти лет. Она сейчас еще мокрая. И я ее за несколько часов почувствовал, что все вот. Вот сейчас я знаю, как ее прикончить. Сразу она закручила. Бывают такие вещи. Бывают мы с Батом, ну, наверное, все знают, кто такой Батом, да? Кто не знает, у него же Батон Горжаков, такой известный, мы дружим же, экспрессионист, страхный экспрессионист. Мы писали модель Катю под камеры. Написали, он сделал работу, я сделал работу. И приносишь домой. А, она постояла-постояла. Я ее выложил и нашелся один покупатель из Швеции, по-моему. Договорились о цене, она была немаленькая. Все уже, да? И я ему отправляю файл на подтверждение. Он говорит, извините, Вячеслав, эта работа мне нужна. Я друг был. То есть я ее доработал. Убил, я не могу ее показать даже. Запомнил. Он видел вот это вот, то, что на камерах, на ютубе, вот это экспрессионист, недописанность, какое-то такое движение, понимаешь? А я потом так все аккуратно. Кое-где причесал, да, и все. И сделка не состоялась. Так что это всегда опасно. Если есть ощущение, что ты улучшишь работу, но тут ты лип не нажмешь. Ты прописал все. Поэтому, если есть ощущение, рискуй. Я всегда рискую. Что еще показать, тут где риски есть? Ну, вы это сто раз переписывали, да. Это вот прямо на уголе. У знакомых тоже здесь, она там, сейчас, в Калифорнии. И мы договорились, это буквально работа газобярка, вот, по-моему, в Ялте. Что сеансы натормят много работа, все натормят, а мешают люди писать. Да я же классы провожу, значит, уже привыкли. Не, ну как, бывает так, что, я помню, утром писал, на чеку, в Горзуфе, подходит один дядя и говорит, что ты пишешь, там же не так, что ты в ней говоришь, ты посмотри, что ты в ней говоришь, что ты в ней говоришь. Я учусь, поэтому есть такие приколы, когда ты можешь, ну, справиться. Вот это самое лучшее, я всего лишь учусь, извините. Да, бывает, знаете, еще вопрос, когда задают, вот, ходит человек и спрашивает, да, это ты сам пишешь? А вы художник? Да, 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 вот это сразу выбивает, потом вообще не понимает, что дальше? У меня мальчик, я в Которе работал, встаю, пишу, подходит русский, значит, подходит, и мальчик говорит, дядя так восьми. Ничего дядя рисует, так посмотри, ну, с папой, с мамой, только неаккуратно. Еще вопрос. Давай-давай. Россия и за границей, два абсолютно разных мира, даже и по цвету, и по свету. Ну, солнце-то везде светит. Да, но оно какое-то другое, или зеленый, другое. Ну, в Америке просто там как, там нет истории. Я раз пять туда ездил, и классы проводил в основном. Другая природа, ну, люди очень такие, прям общие, очень дружелюбные. И интересуются живем, то есть, бабульки, дележкой, ну, они такие, да. Так, что касается природы, да? У меня в Европе интереснее. У нас очень хорошо. В России. Везде хорошо, где есть солнце. Да, я очень люблю вечерки, я работаю. Здесь, я не знаю, есть у меня вечерки? Да, почти нет. Но, если только... Не знаю. А вот эти, если только папа 3? Когда переходное состояние, когда вот еще день гаснул, но еще... И она написана с натуры, естественно, да. Когда еще ночь не наступила, все, вот огни, вот это вот прям, есть этот пейзаж. Но это же так мимолетно. Да. Буквально секунды и все. Да, она написана за полчаса. Солнце же падает. Конечно. На венке более наивно. Есть этот самый, там маленький есть еще. Есть выход. Формат маленький. Да, ты успеваешь, там, за 10, за 15. Потом оно опять погасло. Многое. Опять погасло еще. Ну, король, он во Франции, как писал? У него, ты сам, где-то я читал. И лишь парадамира смевалась на ветру, под каким-то фонарем. Ну, все вот эти известные парижские его работы, которые вылочки. С натуры, конечно. Задумчиво сказать. Про вечерний. Про вечерний. Про вечерний. Это вечерний. Вечерний пароль. Хорошо. Ну, и еще тогда вопрос про… Вдохновение. Вдохновение. Ну, у нас в России столько музеев классных. Идешь в Третьяковку, и вот тебе вдохновение. Посмотрел, ну, в Питер съездил. Вот сейчас я недавно был там. Ну, проводил там тоже классы. Была выставка фешена. Не было до них? Нет. В Бакадемии. Только что недавно закончилась. А громадная выставка, великолепная. В месте сердца. Там Сурикова еще идет. Угу. Масштабная. Ну, и там в Русский музей. Входишь, что-то смотрят. Нормальный бак. И картина короля на бомб. И все. Все, что ты до этого смотрел, ты видишь цвет. И все. Залипаешь. Одна работа его будет небольшая. Стоит длинного похода, чтобы увидеть цвет, который он видел. Да. Ну, вот вдохновение. Но нет возможности в музее сидеть. Ну, полистать. Ну, в интернете, не знаю. Я какие-то вот альбом или посмотреть. Ну, таких. Художников. Больших. А есть какой-то такой, ну, примитивный вопрос. Но тем не менее. Есть какая-то любимая палитра? Палитра? Да. Любимая палитра. Но она что меняется? Ну, все равно какой-то вот, ну, как вот почерк художника, да, он почти не изменит. Но когда он уже выходит на пик в своей форме, он уже вряд ли начнет экспериментировать. А что ты имеешь в виду любимую палитру? Я не имею в виду... Что у меня выдают? ...сочетание, да. Что у меня выдают? Да. Потому что мне нравится вот это вот присутствие серого. Вот есть, кстати, один маленький-маленький этюдик, который я вообще в восторге. И как только его увидел, у меня сразу... Вот это да. Это юридическое взморье. Да. Вот там вот какой-то сложный цвет песка. Какого? Она закрыта. Вот эта, да. Вот там насколько все просто, песок желтым нависать, да, я ничего подумал. Посмотрите, сколько там адентов и через сердце. Нет, это не в черном графе. Вернее, я выдаю ее, но оно не подождет. Потому что, ну, видите, мне такое тепло холодно. Если я не буду в какую-то теплоту, ты уходишь, но не в черное. Как только черное... Кто-то недавно написал, мы были в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург не такой. Ну, шверый, промозлый. Палитра такая. Неправильно пишите. Я говорю, ну, я же пишу ощущение свое. В этот момент выглянуло солнце. Все же сияло. И что ты рассказал для меня другими. Какой тут серый красный. Ну, палитра вот она везде, что вы видите. Тот же фешн, который ты любишь, он говорил, что пишите так, чтобы каждая ваша работа не была похожа на ту, которую вы до этого сделали. Еще недавно интересная мысль прочла. Не знал об этом раньше. Он говорил так, что люди, которых вы написали, образы, все тысячи. не будут иметь никакого значения через короткое время. Но то, как это сделано, останется в смысле. Ну, конечно, да. Как это сделано? То есть, человек смотрит на... Ну, что она там? Ну, Мадонна Лица. А, Леонардо? Ну, да, ну. Нет у этого человека, нет Леонардо. Но как это сделано? Ну, да, тот же портал. Поэтому мы прилипаем, хлипаем там и все. Перекрасываем. Выпить надо? Нет, честно. Нет. Мы, я надеюсь, еще услышим вопросы из зала. Давай. 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 Не слышу. Иван. Иван. Иван Лавин. Тренер моего Александра по карате. Чемпион всяческих соревнований мира. Я не знаю, как правильно сказать, Иван. Скажи. Легенда. Важный. Скромный. Спасибо, что пришли. Да. Просто вопрос. Давай. А как у Вас дождаются вот эти миниатюры сцены? То написали картинку или после? Очень хорошо. Или во времени? Вот это физический процесс такой. Раз Вы спросили про это, я кое-что прочту. Ну, лет в 20-х нулевых годах, это сколько уже прошло? 24 лет. Меня, в общем, медным тазом накрыло, и я почувствовал, что какие-то строки начал записывать, которые рождались из состояния, из ощущения того, что все пространство тебя очень любит. это прям пряжные вещи. Ну, прям вот мурашки по коже. И как бы я начал записывать. Вот с тех пор я сочиняю какие-то такие тексты, которые вы видите. Часть из них рождалась, когда ты пишешь работу. Часть. Я выпущу еще книжку. Книжку, да, да, сделаю, и просто мне не хватает на все, интересно писать, и книжка уже почти сделана. Сейчас важно выпустить каталог с моими работами, он будет объемный, 280 страниц. Там тоже будут эти эссе. Один прочту. Дать вам ваше понимание. Про художника. Художника. Счастливый человек. Ты особым образом смотришь, но никто никогда не сможет понять, как и что ты видишь. Ты пишешь свет и обладаешь бесценным даром жить вне времени, остро чувствуя его пользу. Ты знаешь, как устроена мельница мира, перемалывающая страдающий душу в муку, но ты не вовлечен в эту бесконечную игру его улучшения. Ты любишь вкус хлеба, потому что знаешь ему цену. Из всего, что ты видишь, ты извлекаешь прекрасное. Оно наполняет тебя силой, оно на острее твоей кисти. Люди часто видят лишь испачканную серую кисточку, и на ней просто серую краску. Ты же видишь музыку, которая звучит на твоем холсте. Эта мелодия льется в пространстве, удивляя и наполняя всех, кого притягивает это магическое слово художника. Выжить надо. Я скажу, что Саша тоже любит писать, это его работа. Саша, скажи пару слов, что ты хотел здесь изобразить. Ну, в общем, как-то рано утром, ну не рано утром, встал где-то в одиннадцать. Мне еще тогда надо было идти в школу. В одиннадцать это рано. Мне надо было еще было идти в школу, и я подумала, хочется что-нибудь нарисовать, надо что-нибудь сделать. И я так подумала, надо как-нибудь сделать что-нибудь интересное, не просто краску, а какую-нибудь подделку. И я вот придумала разрезать два листа в шумаге, один с разными оттенками, ну, синий и оранжевый, и положить это все на один лист, и сделать как-нибудь пазл. Потом мне подумал, надо еще нарисовать что-нибудь интересное с этим. И я нарисовала два глава, которые смотрят. Пустоту. Пустоту. Творчество? Да. Надо калилки. Друзья. И там продолжим. И там продолжим общаться. И про Армению. И про Армению. Пойдемте. Кто смелый, пожалуйста. Сейчас сделаем жестко. У меня была первая. Первая, да? Да, да. У меня была не только художница, а не художник, девушка. Она, смотри, что я думаю, ну, я не очень это самое. Она готовая, да? На улице. И мы закончим, да? Все как хочется стоять за спиной. И она березная, что тут лист выбросали. Чшу. Я не знаю. Ну, это шаг. Ну, она не поняла. Света очень весело и красиво. А, давай. Вячеслав, если бы у вас было просто очень много денег. Комната целая. Золото, да? Пресконечно много, да. Вот кого бы из пирта художников вы себе купили и изжили? Кого бы купил из-за картины? Комната желания. Кого бы купил? Я был в Таосе, если кто-то не видел ролик, это дом, который фешн построил, да? Он, кстати, признан лучшим домом Америки в каком-то году. Это вообще удивительная история. Я приехал на Акванс в Калифорнию, и ко мне приехал парень. И он там Apple, все такое. И говорит... Дева портрет написал. И он говорит, что что бы ты хотел, куда бы, может быть, съесть посмотреть. Я говорю, ну, вот Таос, фешн, там, Нью-Мексика. Он расслабил телефон. Ну, завтра летим. И прям при мне, значит, бронируют билеты. Я говорю, да у меня самолет, уже через, там, два дня, что-то, куда-то там, из Нью-Йорка, самолет в Москву. Успеваем? Успеваем? Да. И мы едем, значит, в этот, в Нью-Мексико. Я сейчас вернусь к тому, что просто приезжаем в этот дом. Это была моя мечта вообще жизни. Побывать в доме, который, там, ну, не знаю, лапки, предметы. У него же отец был, делал иконостасы по дереву. Да, да, да. И сам Николай тоже очень любил это. Какие-то полки, все это сделал. Двери его руками. И вот я... Кто смотрел этот фильм еще из вас? Ага. И вот я там говорю просто спонтанно, почему я здесь оказался, да? Вот это благодаря этому Максу, такое чудо, да, вот как это сложилось так, что мы приехали, не помню, как это город назвал, он взял, нету в аренду машины, а ехать еще на двух самолетах из Калифории, как добраться, да, как они называются, Санта-Фе. Из этого Санта-Фе ехать хреново три часа на машине куда-то вообще там, там индейцы ходят босиком, а мы тогда-то нет, да, куда забрался, да? Нет в аренду машины, он, значит, нашел трак, грузовик, уехал на грузовике. И я в этом доме, и вот в камеру говорю, что вот я здесь очутился, да, почему, да? Почему я здесь? Для чего? Я неплохо знаю его работы. Ну вот будучи там, ты помнишь, да, в этом интервью, как разговор, что я понимаю, что, будучи там, я понимаю, для чего я сюда приехал. Я увидел, как он любил жизнь, как любил жену, как он хотел построить отношения и не получил ее, да? Все это пропитано его любовью к жене, к семье, к жизни. В итоге так, в общем-то, и умер один. И дочка, и ел. Ну ладно, это другая сторона. Так вот, там висит работа. Девушка с манитюберами, ножницами. Я ее снимаю. В этом фильме вы это увидите. Я долблю его там. Дально. Вы не поверите, если кто-то ее не видел с живьем, там вот эта часть, вот эта вот часть, наклеена. То есть, видимо, он написал сначала головку, потом приклеен на хвост. Ты не видел с живьем этого? Нет. И видно прям склейка холста. Маленькая, с большим. Ну, это фантастическая работа. Она недавно продана за 250 миллионов долларов. Эта работа. Ее уже не увидишь, видимо, потому что шеф. Ну да, куда-то так. А второе, можно сказать, уничтожение. Ну, в общем-то, да. Ну, я бы купил какую-то работу из-за этого него. Ну, это я захотелся. Из живых. Из живых? Ну, мы дружимся по-то, я бы что-нибудь у него приобрел. Но поскольку так случилось, что он мне подарил свою работу. Мне нравится смотреть на стройную женщину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Подписывайтесь на наш канал! Субтитры Алексею Дубровскому!